Добрый день! Мы опять с вами в гостиной дома доктора Корнеева, в котором Антон Павлович снимал квартиру. Это гостиная, в которой каждый вечер почти собиралось очень много народа. Здесь было очень весело. Читали стихи, танцевали, мы говорили с вами об этом. Но последняя зима была под знаком подготовки Антона Павловича к трудному, очень тяжелому, а тогда просто считали смертельному путешествию на остров Сахалин. Не только Антон Павлович, но и его сестра Мария Павловна, подруги, брат, все помогали Антону Павловичу собираться. Что значит собираться? Это изучали книги. Все, что написано о Сахалине, о нем узнали очень мало. Но все-таки около 150 книг. И у Чехова просто не хватало времени самому все это сделать, потому что он продолжал работать, печататься, писать произведения. И вот последние месяцы весны 1890 года – это как раз и подготовка к поездке. Он уехал из этого дома 21 апреля 1890 года. И больше уже никогда в дом-комод, как он его называл, он не вернется. Мы с вами говорили о поездке Антона Павловича на Сахалин. Но прежде чем ехать, вот дом Пашкова, бывший Румянцевский музей, потом библиотека Ленина, теперь это российская библиотека. Вот здесь в основном работал Антон Павлович и его добровольные помощники. Здесь очень небольшое перечисление, а их больше 150 книг, иногда и рукописных, просто каких-то работ, которые Антон Павлович изучает для того, чтобы знать, куда он едет. Все дело в том, что Сахалин – это не просто географическое понятие. В России это страшная каторга, каторга, с которой никогда никто не возвращается обратно, и только бегут. И это вот страшное, совершенно невозможное состояние, оно, я думаю, и подвигло Антона Павловича на то, чтобы узнать, а что такое русская каторга. Понимаете, очень много разговоров, споров, почему он туда поехал. Ну, действительно, почему? Абсолютно успешный писатель, писатель, которого готовы печатать все журналы, выпускать книги, вдруг оставляет весь свой успех и уезжает в неведомый мир. Все дело в том, что ведь железной дороги не было, ну, не говоря уже, конечно, о самолетах. Сейчас вы садитесь в Москве, через 9 часов вы на Сахалине. А тогда это был вообще неведомый край. И вообще, ведь там же шли каторжники. Это было очень страшно. И даже Антон Павлович полушутя говорил и прощался на всякий случай, что, может быть, и вообще не увидимся. И Суворин, его издатель и большой приятель, писал ему, зачем ему ехать. И Антон Павлович ему отвечает очень по-чеховски, что мы миллионы людей сгноили на каторге. И виноваты не только красносые смотрители, но все мы. И вот это чувство долга, чувство абсолютно необходимости посмотреть своими глазами и, может быть, еще и помочь, и подвигло, на мой взгляд, Антона Павловича на это тяжелое путешествие. Вот эта фотография последняя в этом сделана во дворе даже не этого дома каменного, а рядом стоящего деревянного. Вот Антон Павлович перед поездкой на Сахалин. А вот эта фотография здесь уже только близкие люди. Ну и Антон Павлович изучал очень много, но самые главные книги, о которых хотелось бы сказать, это «Каторга» Сибирь и «Каторга» Максимова и, главное, «Сибирь» Кеннена. Запрещенная книга, которую Антону Павловичу прислали, и он ее изучил. Кстати, Кеннену был запрещен въезд в Россию. И вот так, 21 апреля 1890 года, из этого дома Антон Павлович и отправляется в тяжелое путешествие. Ну и так, Антон Павлович вступил на землю острова Сахалина в центре его в Александровске-Сахалинском. Начальство острова, генерал Кананович и позже генерал-губернатор Корф очень любезно приняли Антона Павловича, хоть он поехал на свой страх юрист. У него кроме корреспондентского билета газеты «Новое время» ничего не было и паспорт. Но молва о талантливом писателе и драматурге Антона Павловича Чехова перегнала его. И начальство знало уже, что при дворе игрался маленький водевиль Антона Павловича, и император изволил шутить и смеяться. Но Антону Павловичу было не до смеха, потому что все, что он видел, а ему разрешили якобы смотреть все, это было страшно. Вот распределительная тюрьма Александровска, и Антон Павлович посещает практически все тюрьмы. Ему все это разрешили, но был негласный указ не разрешать ему встречу с политическими заключенными. Но когда он вошел в воеводскую тюрьму, это страшное место, она пылала первой в 1905 году. Там были приговоренные, содержались, навечно прикованные к тачкам. Вот за какие поступки такая страшная была расплата, Антон Павлович знал, потому что ему рассказывали заключенные. Для того, чтобы лучше узнать, как живут, кто попал на Сахалин, Антон Павлович делает перепись всего населения. Вот карточки. Он пишет, что за три месяца и три с половиной дня было сделано около десяти тысяч карточек. И карточки он предпочитал делать самостоятельно. И не потому, что он не доверял людям, а потому, что ему было страшно. Он боялся ошибки. Он не хотел, чтобы его будущая книга, а он ее задумал сразу и даже начал писать еще в этом доме, остров Сахалин, его бы обвинили в недостаточно серьезном отношении. А вот это тот самый приказ, который не разрешает Чехову встречу с политическими заключенными. Чехов делает перепись, но в это же время он работает как врач. Он в ужасе от этих медицинских пунктов, от больницы, где ничего нет, буквально ничего, даже горячей воды, где тупые инструменты, где рядом лежат сифилитики и с открытой раной люди. Но самое страшное, что он увидел на Сахалине и узнал, это дети, несчастные дети, которые никому были не нужны, никаких школ, ну, в общем, так, название, что были школы. Но не даром в Москву идет телеграмма Ивану, брату, с тем, чтобы уже собирали книги для школ острова Сахалина. 12 октября из Корсакова на теплопароходе Петербурга Антон Павлович отправляется уже обратно в Россию. Финалом путешествия на остров Сахалин явилась книга «Остров Сахалин», которая вышла в 1895 году отдельной книгой. В начале декабря пароход «Петербург» прибыл в Одессу, и Антон Павлович отправляется в Москву. Его встречает семья, которая уже живет не в этом доме, а на Малой Дмитровке, в доме Фербганка. И вот эта зима, она была очень тяжелой для Антона Павловича, потому что маленькая квартира, уйма народа. И он решает, что, во-первых, если, говорит, я врач, то мне нужны больные и больница, а если я писатель, то вам нужен народ и хоть кусочек общественной и политической жизни. Это вы найдете вот здесь, в центре зала документа. За глаза практически весною было куплено имение Мелехова, куда в начале марта и переехала вся семья. Антон Павлович приехал немножко позже. Быстро убрали весь дом, который был очень запущен. И так же, как в этом доме, сами многое делали своими руками, и первое сделали кабинет Антона Павловича. И на Пасху были сделаны совершенно замечательные фотографии. Вот фотография, где Антон Павлович сидит в тачке, а эту фотографию сделал Левитан. Она крайне интересная. Но самое интересное начинается, конечно, Мелеховский период, один из серьезнейших периодов, если можно так сказать, в жизни Антона Павловича, в его творчестве. Потому что здесь написано крупнейшее произведение, здесь написано дуэль, палата номер 6, жена, моя жизнь, 3 года, дом с мезонином, мужики. Но не это только занимает Антона Павловича. Дело в том, что он объявляет, что он врач. И он начинает врачебный бесплатный прием. Строится маленький флигель, как кабинет Антона Павловича. И для того, чтобы вся округа знала, что доктор дома и принимает, на флаж-штоке поднимается маленький красный флажок. Вот здесь одна из первых фотографий Антона Павловича. Здесь его братья, сестра и знакомые. Это вот в этом, это во времени фотография. Здесь Антон Павлович крайне интересно нам с вами посмотреть, как работает он над произведением мужики. Это очень редкая автограф, потому что их не осталось. Он никогда не собирал своих черновиков. Черновиков он сдавал и уничтожал. Поэтому нам крайне интересно, как он работает. Ну, мужики, это произведение, которое вызвало невероятные споры. Один Антон Павлович был совершенно спокоен и не обращал внимания ни на какую критику. В 90-е и 900-е годы Антон Павлович общается с крупнейшими представителями русской культуры. Здесь и Чайковский, здесь и Репин, Рахманинов, Гелеровский, Леонид Андреев, Бунин, Шалякин. Это было лучшее, что было в представителях русской культуры. И очень много работает. Работает, пишет. Эти годы наполнены действительно колоссальным трудом. Он принимает больных, строит школы, участвует в работе земства. Откуда у него столько было сил и времени. И написаны крупнейшие произведения. Здесь человек в футляре, крыжовник, о любви, в овраге, дама с собачкой. Антон Павлович очень много работает. И в это же время тяжелейшее заболевание. Впервые он попадает в клинику. Впервые в его жизни. Ему 27 лет. Случилось кровотечение из легкого. Он чуть не погиб. Но все-таки, когда приходит к нему Лев Николаевич Толстой, он записывает буквально одну фразу. В клинике был Лев Николаевич Толстой. Говорили о бессмертии. Лев Николаевич твердо уверен, что даже с умирающим Чеховым можно говорить о бессмертии. В свое время он сказал, что он так хорош, что даже за глаза его можно хвалить. Но вот эта фотография, она по сути дела просто два портрета. Лев Николаевич Толстой, увлеченный в это время, видимо, артелями, что-то с жаром доказывает Антону Павловичу за кофе. Это было в Гаспре, когда Антон Павлович приехал навестить болевшего Льва Николаевича. А поза самого Антона Павловича – это поза полного несогласия. Так говорила его сестра Мария Павловна. Но, говорит Лев Николаевич, и он готов слушать. В 1897 году Антон Павлович лежит две недели в клинике. Открытый туберкулез легких. И до этого не помогают никакие поездки кратковременные на лечение за границу. И врачи категорически настаивают на переезд в Ялту. Он уезжает в Ялту. Вначале думает, что это только зимовать, а лето будет проводить в своем любимом Мелехове. Но умирает Павел Игорч, отец. И так случилось, что пришлось переехать. К этому времени относится продажа литературной собственности на все произведения издателю Марксу. Антон Павлович чувствует себя почти что крезом. Но разделены были платежи на несколько частей. Был построен дом в Аутке над Ялтой. И денег практически Антон Павлович так и не увидел. Но он продолжает много работать. Самое главное, что он по договору с Марксом должен собрать все свои произведения, отредактировать. И вот выходит первое, его собрание сочинения в 1901 году. И второе, прижизненное сочинение. Но здесь же и в личной жизни у него многое меняется. Он дружит и он сотрудничает уже с художественным театром. Встречается с Ольгой Леонардовной Книппер. И в 1901 году в мае свадьба Антона Павловича и Ольги Леонардовны Книппер. Она остается ведущей актрисой художественного театра. То есть она только небольшими приездами встречается с Антоном Павловичем. И Антон Павлович живет в Ялте и все время рвется в Москву. Он работает, но работает много, но тяжело. Тяжело работает. Ему крайне мешают приходящие люди. И в то же время он не может без людей. Он сам их приглашает. Мы с вами в зрительном зале Музея Антона Павловича Чехова в Москве. Здесь вы видите различные афиши, различных спектаклей и постановок. Но наиболее интересные – это, конечно, премьерные постановки. Антон Павлович в 1895 году в Меликове пишет свою знаменитую «Чайку». И в 1996 году, сразу же после, предлагает, вернее, у него просят для постановки в Петербургском Александрийском театре, где с таким блеском, как мы с вами помним, прошла его пьеса «Иван». Пьеса репетировалась, к сожалению, очень мало, очень несерьезно. Антон Павлович нервничает. И несмотря на то, что играла знаменитая молодая актриса Комиссар Жевская, эта пьеса шлепнулась и провалилась, как говорит Антон Павлович. Весь театр был наполнен злобой, как он говорит. Он оставляет Петербург, уезжает. И вот в каком он был состоянии, этот сдержанный внешний человек, которого никогда нельзя было узнать даже, жаловались его настоящее состояние и настроение. Он даже свои вещи забывает в поезде. Приезжает в Велихово и обещает, что вот 700 лет проживу, никогда не буду писать пьес, и тем более их ставить. Но проходит совсем немного времени. Растет новый художественный театр, который построили Станиславский и Немирович Данченко. Они работают над пьесами. И Немирович Данченко, который близко знал Антона Павловича, они дружили еще по 80-х годам, работе в юмористической прессе, он просит у него чайку для постановки в Молодом художественном театре. Категорически отказывает Антон Павлович, но Немирович настойчив. И в 1998 году пьеса в Молодом художественном театре была поставлена. Перед вами и фотография первой чайки, провалившейся в Петербурге, и актеров художественного театра. Ну, вы видите замечательную фотографию Антона Павловича вместе с художественниками, как говорили. Там и Станиславский, и Немирович Данченко, и Ольга Леонардовна Книпер, будущая жена Антона Павловича, и Мир Хольт, и вся трупа молодого художественного театра. Следующей пьесой в Молодом театре была пьеса «Дядя Ваня». Она была поставлена в 1999 году. И, кстати, это одна из тех пьес, которые практически никогда не сходили с репертуара. Пьеса «Чайка» вызвала некоторое недоумение, но потом реабилитировала себя необыкновенным вот грохотом аплодисментов. А дядя Ваня как-то был принят сразу. Он был узнаваем. Играют все те же молодые актеры. Они не такие знаменитые, но театр все больше и больше набирает силы. И Антон Павлович только из Ялты, только по прессе, по телеграммам, которые получает после премьеры, знает, как состоялись премьеры. Он живет в теплой Сибири. И говорит, что он завидует той мышке, которая живет под полом сцены художественного театра. Он плохо себя чувствует, но не может быстро писать. В это время предлагает других писателей художественному театру и других авторов. Антон Павлович в одном из писем не то, что просит, но говорит, что хорошо было бы, если бы актеры приехали отдохнуть бы в Крым. И вот в первом году вся труппа художественного театра приезжает в Ялту. Вначале играет в Севастополе, а потом в Ялте. Играет невероятный успех. И Антон Павлович очень доволен, смущен, потому что, ну, действительно невероятный успех. В трех сестрах главное это призыв работать. Работать, всем работать. И в этом, собственно, и цель жизни. А после этого опять перерыв. Антон Павлович очень плохо себя чувствует, очень плохо себя чувствует, но работает над задуманной давно пьесой «Вишневый сад». «Вишневый сад» не дается. То мешают посетители, то мешают все более ухудшающие здоровье, но его торопят. Театру необходимо пьеса Антона Павловича. Просто необходимо. И он с трудом переписывает и отсылает. Это был единственный экземпляр, который получил Немирович Данченко. Читали. Антон Павлович получает невероятную восторженную телеграмму от Станиславского, что он потрясен, покорен, но не понимает, почему Чехов «Вишневый сад» называет комедией, когда это Станиславский не просто драма, а трагедия. Театр приступает к очень серьезным репетициям, времени мало, решают, что в январе, в день рождения, а день Ангела Антона Павловича 17 января по старому стилю, по новому, 29-е, пьеса должна быть показана премьерой. Это первый раз в жизни, когда зимою приезжает Антон Павлович в Москву и присутствует на репетиции, но потом неудовлетворенный уезжает и решил, что он на премьеру не пойдет. Уже поднят занавес, идет первый акт, а автора в театре нет. И тогда Немирович пишет записку, что кричали автора, мы сказали тебя нет в театре, пожалуйста, приезжай, просят актера. И послана была карета. Ну, действительно, Антон Павлович себя очень плохо чувствовал, у него было кровохарканье, высокая температура, но он все-таки едет благодарить актера. И его обманули. Он попадает на честование после третьего акта, открылся занавес и перебит театру, набитому битком людьми, там иголки не было где упасть, предстал мертвенно бледный Антон Павлович. Он только покосился на раззолоченное кресло, которое стояло на возвышении, покрытым великолепным персидским ковром, который Станиславский привез из дома, и остался стоять. Ну, полились речи, подносились подарки. Антон Павлович все труднее и труднее стоял перед залом, и поток его окрашивался кровью. Ну, последнее выступление было Немировича Данченко, маленький кусочек из него, что ты столько принес театру своей души и своего сердца, что с полным правом можешь сказать наш мой театр. А Антон Павлович уезжает в Ялту, там он недолго пробыл и в мае возвращается в Москву. К сожалению, он тяжело заболевает, но врач считает, что надо ехать в Германию, и так считает Ольга Леонардовна, жена Антона Павловича. И в начале июня они уезжают в далекий Баден-Вайле, где Антон Павлович и умер. ночь ночью 2 июля 1904 года. Нам оставил великолепную работу прекрасный русский художник Валентин Серов. Это не портрет, а только подготовка к портрету. Он писался урывками на протяжении двух часов, двух лет. Но портрет совершенно замечательный. Серов просит снять пенсне Антона Павловича, и ему очень важно выражение глаз. И вот здесь вспоминаются слова другого великого русского художника Репина, что Чехов всегда чувствовал на себе кольчугу мужества. Музыка